Если не надоел, то здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала, еще раз. Продолжаю первоапрельскую подборку. В 1975 году австралийская программа новостей дня сообщила о планируемом переходе на метрическое время. По новой системе в минуте будет 100 секунд, переименованных в мили дни, в часе 100 минут, сантидней, и день будет состоять из 20 часов, децидней. В передачу было включено интервью с вице-премьером Д. Каркароном, который высоко оценил новую систему. Один из многочисленных зрителей, поверивших в обман, позвонил на телевидение, чтобы узнать, как перевести свои часы на новое время. Но все-таки авторами лучших розыгрышей, как ни странно, являются работники британской телекомпании BBC. В конце марта 1976 года британский астроном Патрик Мур объявил в эфире радиостанции BBC Radio 2 о грандиозном событии в истории астрономии. Сообщалось, что 1 апреля в 9 часов 47 минут утра планета Плутон пройдет за Юпитером, что приведет к временному уменьшению силы земной гравитации, следствием чего станет возможность ощутить на некоторое время ощущение невесомости. Мур сообщил слушателям, что если они подпрыгнут в воздух как раз в тот момент, когда выравнивание произойдет, они смогут ощутить странные плавающие ощущения. Буквально через несколько минут после назначенного срока в эфир радиостанции стали поступать звонки от людей, которые на собственном опыте почувствовали удивительный эффект полета. А одна женщина и вовсе утверждала, что парила несколько минут в своей комнате вместе со столом и стульями. Вот это эффект так эффект. Ждем следующего видео о вселенском вранье, вернее фу, вернее конечно о масштабных розыгрышах.